Всем привет! С вами канал Redcore Rusmedia и наша еженительная передача «Что посмотреть на этой неделе?». Сегодня по просьбе наших зрителей мы решили немного изменить структуру передачи и добавить в нее еще одну позицию. То есть, если раньше мы рассказывали вам о двух фильмах, одном сериале и одном документальном фильме, то сейчас к этому всему прибавилась еще одна позиция, назовем ее авторской. В ней мы будем рассказывать про какой-нибудь уникальный фильм или передачу, иногда это будут спорные фильмы, иногда провокационные или же узконаправленные передачи. В общем, одним словом, выбор редакции, в которой мы позволим себе чуть-чуть больше, чем обычно. Значит, теперь в передаче будет не 4, а целых 5 хороших кинолент. При этом хронометраж останется прежним в промежутке от 10 до 12 минут. За одно и то же время вы получите больше полезной информации. А теперь переходим к сегодняшним фильмам. В этом выпуске нас ждет торговля оружием с Николасом Кейджем, таинственная лечебница с Леонардо Ди Каприо, исследование профессиональных травм у спортсменов с Виллом Смитом, очень крутой фантастический сериал, и фрикономика, объясняющая сложные вещи простым языком. Торговля оружием не самое благородное занятие, но, как показывает история, самое выгодное. Именно про это и рассказывает фильм «Оружейный барон» с Николасом Кейджем в главной роли. Он играет Юрия Орлова, выходца из Одессы, эмигрировавшего в США вместе с родителями и братом, брата, кстати, играет Джаред Лето. Ну да, Лето и Кейдж, конечно, очень похожи на братьев, тем более украинцев, но это же фильм, главные актеры хорошие. В общем, герой Кейджа решает при помощи связи отца начать торговлю оружием. Вначале это несколько штук обычных израильских УЗИ, но со временем он расширяет свой бизнес и начинает гонять целые колонны грузовиков, доверху загруженные автоматами АК-47. Собственно, первая часть фильма – автобиографический рассказ Юрия про свою жизнь и превращение в настоящего оружейного барона. Очень интересно наблюдает за бизнесом этого человека. Он рассказывает и про поставщиков, и про клиентов, и про честность кровавых диктаторов. Кстати, лично мне запомнилась фраза «Можете что угодно говорить о диктаторах и тиранах, но они всегда платят вовремя». Не представляя даже в каком еще фильме можно было услышать такую сильную фразу. А вот «Оружейный барон» как раз напичкан подобными цитатами. Не зря многие журналы после выхода фильма посвятили ему целые колонки. Но помимо истории и клевых высказываний, в фильме также ярко выделена моральная составляющая подобной торговли. Больше всего она проявляется во второй части фильма и позволяет зрителю задуматься, насколько гуманны подобные действия. С одной стороны агенты ФБР, которые называют Юрия продавцом смерти. С другой – сам Юрий и его клиенты. Кажется, все начинают рассуждать о торговле оружием и приводить свои доводы за и против. И за всем этим также интересно наблюдать, как и за первой частью фильма. Одним словом, фильм действительно удался и показал зрителям уникальный сюжет. Такого вы точно не видели. Вы любите фильмы, которые в самом начале загадывают множество загадок, держат интригу и не дают внятных ответов до самого конца? Вот я очень люблю такие киноленты, а особенно Остров проклятых. Темная, мрачная атмосфера лечебницы для психбольных, множество загадок и несостыковок, призванных запутать зрителя. И все это приправлено отличным исполнением Леонардо Ди Каприо. Ну что может быть лучше для погружения в пучину безумия вместе с главным героем? Действия фильма происходят на острове Шаттер, со всех сторон окруженного морем. Как вы уже поняли, на нем расположилась лечебница для душевно больных преступников. Здесь лечат и пироманьяков, и матерей, утопивших своих детей, и кое-кого похуже. Главный герой Эдвард Дэниелс, маршал США, прибывший на остров расследовать исчезновение одной из пациентов. Но, по прибытию на остров, Эдварда сразу начинают мучать кошмарные сны и воспоминания о немецком лагере Дахау, в освобождении которого он принимал участие в 1945 году. Ситуация усугубляется тем, что показания персонала и пациентов в корне разнятся. Складывается впечатление, что все это какая-то таинственная игра, но кто ее затеял и главное зачем? Об этом зрителям предстоит узнать самостоятельно, ибо мы не можем рассказать больше, чтобы не спойлерить важные моменты. Общие впечатления от фильма очень положительны. Режиссер великолепно передал мрачную атмосферу, которая подстегивает ум пытливого зрителя разгадывать множественные загадки лечебницы Шаттер. А сейчас, как мы и обещали, дополнительный авторский фильм «Защитник». В главной роли здесь Вилл Смит и играет он доктора Беннета Амалу, то ли патолога-анатома, то ли нейрохирурга, но скорее всего что-то на стыке. Главный герой выходец из Кении, работающий в Америке и не очень разбирающийся с ее системами. И так получается, что в один прекрасный день к нему на работу попадает труп мужчины, бывшего игрока в американский футбол. И эта, так сказать, встреча приводит к тому, что Беннета Амалу открывает новый медицинский синдром, хроническую травматическую энцефалопатию, сокращенно ХТЭ, который присущ всем игрокам в американский футбол из-за многочисленных травм головы. Но руководство НФЛ, которое заправляет всеми играми, не очень довольны этому открытию и всячески пытается его саботировать. Звучит, конечно, все это не как супер-боевик. И уверяем вас, так и есть. Фильм крайне размеренный, он никуда не спешит, здесь много диалогов и практически нету действий. Почему же мы вам про него рассказываем? Очень просто. Это уникальный фильм, не имеющий аналогов. По сути, весь фильм – это часть исследований про ХТЭ. То есть да, про ту самую болезнь, о которой в нем повествуется. Уже интересно, сейчас расскажу подробнее. В 2002 году настоящий доктор Беннет Амалу вскрыл труп настоящего Майка Вебстера, профессионального игрока в футбол, и обнаружил у него большое скопление тау-белка в мозге, что влияло на настроение, эмоции, исполнительные функции мозга, грубо говоря, приводило к болезни Альцгеймера и психозу. Все это, по мнению Беннет Амалу, происходило из-за частых травм головы у игроков. Голова человека банально не предназначена для бодания с огромной силой. И я напоминаю, что это не сюжет фильма, а реальные исторические сводки. Потом Амалу пошел к НФЛ и рассказал им про болезнь. Но они его высмеяли и всячески опровергали существование ХТЭ. Это продолжалось до декабря 2009 года. Тогда в американской редакции журнала GQ выпустили статью журналистки Жанны Мари Ласкас, посвященную синдрому ХТЭ. И после этого, наконец-то, темой заинтересовалось Министерство здравоохранения США. И в то же время, НФЛ, спустя 7 лет высмеиваний Амалу, наконец-то признали связь между сотрясениями мозга в футболе и ХТЭ. Но на этом история не заканчивается. Дальше самое интересное. По этой статье в журнале сняли фильм, о котором мы сегодня говорим. И именно благодаря этому фильму в Америке основали фонд имени Амалу для дальнейшего изучения хронической травматической энцефалопатии. Так что сегодня перед нами не просто фильм, а самая настоящая частица исследований данной болезни. По сути, это даже не фильм, а научная работа, призванная рассказать массам о такой актуальной для спорта проблеме. Сами решайте, смотреть его или нет, но мы обязаны были о нем рассказать. Отвлечемся от серьезных вещей и поговорим о фантастике. Даже лучше, о научной фантастике. И представлять ее сегодня будет сериал «Экспансия». В некоторых переводах его, правда, называют «Пространство», но оригинал все-таки «Экспансия». Сериал рассказывает о будущем человечества через 200 лет. Мы уже успели поселиться в космосе, освоить всю Солнечную систему и, как подобает человечеству, даже успели устроить несколько военных конфликтов. А простые рабочие живут в поясе астероидов, добывают ресурсы для всех планет, часто оказываются между двух огней Марса и Земли и, как следствие, обзавелись множеством террористических группировок, чтобы отстаивать свои интересы. В общем, мы люди, как всегда, миролюбивы и совсем не хотим друг друга поубивать. Кстати, выделяет этот сериал отсутствие инопланетян. Это слегка непривычно для научной фантастики, но, уверяю вас, инопланетные формы жизни вы не увидите, по крайней мере, не в том виде, в котором мы привыкли. Главных героев в сериале несколько. Это представители каждой планеты и колонии, вернее, даже изгои с каждой колонии, которые объединились в команду, чтобы совместными усилиями избегать наказания. Но, как водится, на их долю выпадает встреча с неизвестной космической субстанцией, названной протомолекулой. Оказывается, за ней охотятся и Марс, и Земля, и террористы с пояса астероида. Так как же поступить к главным героям? Кому отдать протомолекулу? Или же лучше защищать ее ото всех? За данными событиями и решениями зрители будут наблюдать целых три сезона. Сериал очень динамичный, с крутой компьютерной графикой, кучей перестрелок, космических боев и множеством интриг. Я рассказал вам всего про три стороны конфликта, самые большие. На самом деле их гораздо больше. На одной только Земле сплетена такая паутина интриг, что там даже пауки запутаются кто за кого. Но самое приятное, что сериал действительно научная фантастика. Возможно, вы слышали, как критикуют Звездные войны за то, что они нереалистичны, там звуки не те, взрывы не такие и так далее. Так вот, в экспансии все, вплоть до торпедирования кораблей в космосе, разобрано действительно с научной стороны вопроса. Конечно же, это фантастика, но уверяю вас, вы будете очень приятно удивлены от реалистичности увиденного. Вы верите в то, что у каждого поступка на самом деле есть скрытый личный мотив? Именно этому вопросу и посвящена наша следующая лента «Фрикономика». У нее интересная предыстория. В 2005 году экономист Стивен Левитт и журналист Стивен Дубнер написали одноименную книгу. В считанные недели она стала бестселлером, и на волне успеха авторы начали вести блог по данной теме и написали следующую книгу «Суперфрикономика». Ее, как вы понимаете, тоже ждал моментальный успех. Ну и что им оставалось для полного успеха? Только снять фильм. И вот сегодня мы вам его и советуем. Сложно описать, о чем этот фильм. На самом деле понятие «фрикономика» после выхода книги чуть ли не превратилось в отдельную науку. По всему миру экономисты и математики начали собирать конференции и обсуждать основные положения этой псевдонауки. И это неспроста. Фрикономика смотрит на простые с первого взгляда вещи под другим углом. Она всегда пытается увидеть личную выгоду. И самое главное, она начинает разбирать причины, по которым в данный момент человеку важнее или нужнее личная выгода, чем честность, мораль или общественные интересы. Согласитесь, звучит и правда как-то по-научному. И вот фильм «Фрикономика» позволит вам вокунуться в мир этой философии и тоже поразмышлять насчет личной выгоды окружающих вас людей, вплоть до вашей семьи и даже детей. И самое главное, все размышления о фильме не сводятся к порицанию, мол, личная выгода – это плохо, обманывать нехорошо и так далее. Все обсуждения ведутся на довольно мягких и снисходительных тонах. К примеру, ваш ребенок солгал вам про полученную в школе двойка. Не будем его ругать, это и нехорошо, и неплохо. Давайте лучше разберемся, почему так произошло, почему он солгал и почему он вообще ее получил. Может быть, у него не было мотивации или биология ему и правда не дается. Зачем принуждать человека к биологии, если у него талант в математике? Именно об этом данный фильм. Он разбирает простые вещи на множество сложных составляющих, чтобы оценить ситуацию правильно. И пример со школьником в фильме действительно есть, но это только маленькая частичка сюжета. На самом деле, там разбирают очень много ситуаций. И работу риэлторов, и бойцов с умом, и совершение преступлений. В общем, очень много тем для размышлений. Если вам нравятся подобные передачи, фильм «Фрикономика» обязателен к просмотру. На сегодня мы будем заканчивать. Выпуск у нас получился довольно звездный и необычный. Пишите в комментариях, как вам новый формат с пятью фильмами? Стоит ли оставлять или что-то все-таки поменять? Ваши комментарии для нас очень важны и влияют на дальнейшее развитие передачи. Ну и конечно же, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами была передача «Что посмотреть на этой неделе» и канал Red Corvus Media. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова